всем привет я александр шевченко профессиональный пилот дронов диджай на своем канале рассказываю про аэросъемку видеосъемку путешествия подпишись будет интересно сегодня я хочу рассказать о том какие 5 этапов я прохожу перед созданием своих роликов то есть от подготовки от первой этапа и до публикации готового ролика полетели будет интересно перестартом коротко расскажу что у нас есть своя онлайн школа по обучению пилотов дронов то есть это академия расъемки в которой у нас уже записано более 90 уроков на различные темы и тематики я думаю что мы уже закрыли практически можно возможно и все темы которые связаны с аэросъемкой поэтому если вам интересно погрузиться в мир аэросъемки ссылочка с описанием будет под видео теперь перейдем к этапам и первый этап подготовку и как несложно догадаться в этом и так мы будем говорить про подготовку и если вы думаете что можно просто взять дрон и прийти на локации полетать то этот подход неверен так как подготовки помимо того чтобы проверить там заряженность пульта заряженности батарей есть еще такой нюанс что не везде можно летать и чтобы сейчас где-нибудь летать вам нужно быть уверенным на сто процентов что у вас ли будет либо разрешение на полеты от госорганов которые бум официально бумажку вам выдадут о том что вам разрешено летать здесь и сейчас либо же вам необходимо быть уверенным на сто процентов что в той области где вы планируете летать к вам не приедет наряд вас не заберут в отделении ваш дрон не собьют вы никому не помешаете то есть сейчас текущих условиях летать на дронах практически невозможно до фруктных городах это прям вообще невозможно в мелких городах там где население поменьше люди летают люди также летать на природе в леса в горах полях озерами не знаю природа у нас большая страна большая и в целом люди летают просто хочу вас приду предостеречь что если вы планируете летать где-нибудь в городской среде и если вас нет никакого разрешения то с большей долей вероятности вас либо оштрафуют либо и зиму дрон так как сейчас полеты запрещены и было классно конечно когда я начинал свой путь в аэросъемке 6 лет назад не было вообще никаких запретов на дроны на полеты не было никаких глушилок можно было летать где хочешь когда хочешь и тебе за это ничего не было потому что то еще не было не сформулировано никаких законов о воздушном пространстве в использовании воздушного пространства сейчас запретов стало намного больше в текущих ситуациях либо не летать как многие делают либо перестраховываться перед тем как взлетать идем дальше то есть после того как мы определились что на локации летать безопасно мы уже задумываемся о том чтобы у нас были заряжены батареи на дроне так как они разряжаются найти если вы не летали там пять дней у вас просто будет дрон заряжен вы полетали положили сумку с дроном на полочку через неделю достали то будь уверена ваша батарея будут севшие на 70 процентов так как они автоматически разряжаются для сохранности самих батарей для их более долгой жизни не забываем также проверять зарядку на пульте если у вас есть нд фильтры берем собой нд фильтры запасные винты так как никто не отменял тот факт что можно куда-нибудь влететь кинет в деревья поэтому всегда носим с собой запасные лопасти я собой беру два комплекта то есть два сюда два сюда и точно также если беру мини точно также беру туда запасные винты просто на случае того что если вдруг я где-нибудь буду летать и зацеплю ветку деревья еще что-нибудь и испорчу винт я смогу на локации быстро заменить и продолжить полет и отдельно хочу напомнить что еще у вас есть флешки которые точно также необходимо проверять чтобы они не остались где-нибудь в картридере ноутбуке на столе думаю на полочке еще где-нибудь так как окей когда у вас есть когда внутренняя память на дроне весь вас внутренней памяти нету то скорее всего вам придется либо отменять съемку ли в срочном порядке ехать искать где можно приобрести новую флешку поэтому уделите 60 секунд времени на то чтобы проверить все ли у вас в порядке если запасные винты заряжены батареи заряжен ли пульт есть у вас флешка с собой в дроне запасная с собой на всякий случай все эти пункты проверяйте перед тем как уже идти на саму съемку второй этап это съемка и здесь необходимо понимать что надо также немножко подготовиться к самому полета синтакта мою причину локацию взяли дрон запустили полетели в идеале перед тем запускать дрон нам необходимо прогуляться по самой локации понять что нам необходимо снимать какой объект образно если мы снимаем кто-нибудь недвижимость то нам нужно спросить у заказчика с какой целью он хочет набрать материал для чего куда он будет его использовать если он вам обговорю что это будет какой-нибудь просто отчетный ролик либо же ролик для рекламы еще что-нибудь можно понимать ага если это ролик для рекламы этой недвижимости значит он хочет ее продать значит нам нужно показать максимально хорошие красивые ракурсы хорошие планы что находится поблизости вокруг чтобы было у человека который будет смотреть ролик понимание не только объекта которым хочет приобрести но инфраструктуры поблизости поэтому мы уже понимаем что нам необходимо будет набрать много разных кадров мы смотрим на локации где светит солнце откуда будут лучшие кадры по свету мы также смотрим какие объекты какие там ветки деревья провода есть на локации чтобы понимать что там летать не надо там летать надо то есть эти все моменты мы сразу на локации прогулялись посмотрели головой сразу запомнили те фрагменты на котором стоит обратить внимание как при съемке так и при каких-то объектах которым необходимо облетать чтобы в них не влететь и после этого мы уже запускаем дрон и начинаем набирать кадр и опять же здесь не просто так что мы полетели сняли там 5-10 кадров вы постарайтесь набрать максимально большое разнообразное количество кадров если мы снимаем какой-то объект какой-нибудь дом снимите его крупно много разных ракурсов снимите средние иметь и общие снимите супер общее то есть надо менять ракурсы и разные углы съемки брать много разных форматов одного и того же места на разных удалениях то есть если вы делаете облет сбоку вблизи сделайте точно такой же потом облет на среднем расстоянии где дом виден там полный рост либо скинь большим запасом и супер общий чтобы у нас было видно что находится вокруг этого места если мы делаем отлет то мы делаем дальний отлет для того чтобы потом на монтаже можно было взять какой-нибудь кусочек то есть мы не будем конечно ускорять все это видео будет смотреться некрасиво но мы можем взять кусочек здесь при ответе потом где-нибудь супер общий для того чтобы показать всю картину целиком то есть пробуйте экспериментируйте смотрите ракурсы и как говорится ищите те ракурсы которые будут смотреться интересно и красиво то есть нестандартные примеры использования можете поднимать камеру на 30 градусов опускать ее под 90 градусов вниз то есть экспериментируйте на локации смотрите разные стороны разные углы для того чтобы вас не получилось так чтобы приехали на локацию снять там 10 похожих одинаковых кадров на одинаковом удалении от объекта и потом такие ну все я поснимал приходите домой там либо монтируйте сами либо даете материал монтаж монтажеру он смотрит блин у тебя там 10 кадров и они все плюс-минус похожи мне как бы надо собрать ролик а у тебя однообразие но чтобы этого однообразия не было старайтесь максимально разные кадры разные ракурсы планы использовать свои съемки чем больше разных кадров вы снимете тем лучше будет и вам и выходе будет лучше ролик третий этап перенос файлов и как не сложно догадаться что вроде бы не не проблема достали флешку воткнули в компьютер скинули смонтировали ролик но по факту необходимо уделить достаточное внимание файла для того чтобы они сохранились и никаких правов с ними не произошло так как бывает так что вы образно монтируете не вы вы даете материал каком-нибудь монтажер вы пришли домой загрузили файлы на облако отдали файлы заказчику либо же монтажер он монтирует и там через вы как бы понимать что я свою работу сделал все окей я там пошел на следующую локацию на следующую съемку флешку почистил то есть надо через неделю вам потребовалось место на облаке вы его старый материал удалили потому что уже прошла неделя а потом через конец на там через две недели через месяц вам пишет заказчик либо монтажер блин у меня тут произошла ошибка проблема траблы и я не могу скачать снова файлы потому что у меня они все удалились там проект слетел файлов нет я нажимаю по твоей ссылке который ты мне давал и файлов там тоже нет где такой блин а я же все удалил все почистил потому что мне необходимо было дополнительное место и вот этот формат не очень скажем так профессионально с вашей стороны да он еще менее профессионально стороны того человека который эти кадры просрал так как ситуации бывают разные и необходимо делать backup файлов но для вас как оператор пилота дрона лучшим решением будет это сохранить эти файлы на облаке то есть образно это какой-то коммерческий заказа который вам платят деньги в эти файлы сах тянули себе залили на облака далее там кому-нибудь и подержите эту ссылку в идеале там три месяца то есть я держу больше до полугода может быть какие-то файлы и меня дольше хранятся не суть но когда вы храните эти файлы на облаке в этом ку купили зато терабайт место она стоит не сильно дорого на год но это будет очень профессионально с вашей стороны что все ваши съемки будут храниться на облаке и когда бы чтобы не произошло вы всегда можете их скачать даже если вы монтируете эти файлы сами то если вы их скинули только на комп скиньте их еще куда-нибудь либо загрузите также на облака либо возьмите какой-нибудь жесткий диск и продублируйте их туда либо не удаляйте с флешки до тех пор пока вы не сдадите проект так как случае бывают разные и просто для того чтобы подстраховать себя от того чтобы там не потерять материал лучше хранить эти файлы либо на облаке повторюсь либо в двух разных местах просто создать бэкап файлов для того чтобы они были так как удалить всегда можно а вот восстановить это же бы проблем четвертый этап и на этом этапе у нас идет монтаж и вроде бы все просто опять же да мы взяли материал закинули его монтажную программу начинаем монтировать опять же здесь кто-то берет так что закинул все свои кадры с дрона на компьютер на компьютере посмотрел какие-то файлы по удалил и после этого уже заходит монтажную программу и оставшиеся файлы закидывать монтажную программу по-хорошему лучше все файлы сохранить оставлять ничего не удалять перекидывать их все в монтажную программу там уже отсматривать материал что понимает что вам пойдет что мне пойдет то есть это будет намного лучше профессиональный и опять же вы можете сохранить таким образом тот материал который вы можете случайно удалить просто я почему об этом говорю и уделяя этому много внимания потому что знаю много историй когда у людей были проблемы с материалом чтобы этого не происходило у вас прошу вас сохранять материал до полной сдачи итогового ролика заказчику вернемся к монтажу когда вы монтируете вам необходимо понимать что вы хотите получить на выходе есть это будет просто какой там отчетный ролик то да здесь все много проще мы берем какую-нибудь музыку накидываем наши файлы и собираем просто какой-нибудь ролик под ваши кадры под трек это было просто красиво динамично и заказчик получился в этом отчетный ролик но если мы хотим сделать какой-нибудь ролик поинтересней чтобы он больше привлекал затягивал зрителя и скажем так был более атмосферный то проработайте такие моменты как цвет как sound дизайн под sound дизайном я имею ввиду что добавьте кинтро шумы то есть там в кадре едет машина добавьте звук машин если там лес находится вода что угодно люди добавляете эти голоса те звуки которые вы бы хотели там услышать то есть представьте что вы находитесь там и что вы слышите подумайте об этом сделайте акценты в своем ролике звуковые помимо основного трек который будет воспользоваться какие-то такие эффекты звуковые и эти звуковые эффекты сделать намного дороже ваш ролик то есть он будет более проработанный будет более атмосферный и зрителю будет интереснее смотреть ну и как доб если у вас это входит в концепцию вашего ролика можно проработать закадровый голос то есть это когда кто-то озвучивает какой-нибудь текст если вы не знаете как это делает как озвучивать вы можете накидать текст и отдать это диктору есть много сервисов которые целом занимаются озвучкой за относительно недорогой бюджет вы отдаете текст вам диктор профессиональный зачитывает вы выбираете диктора он вам зачитывает и отправляет вам ваш аудиофайл для выбора какого формата вы хотите и вы можете использовать за кадром голос своих роликов то есть это будет опять же немножко профессиональный и более интересно для зрителя потому что не уже появится не просто зрительная картинка не очень появится аудио восприятие то есть уже будет какой-то какой-то рассказ поэтому это также сделают ваши кадры ваши ролики более дорогими и более интересными ну и важно понимать что в целом монтаж и довольно творческий процесс и здесь нет такого что кто-то делает хорошо кто-то плохо у каждого человека каждого монтажера который садится монтировать любой ролик будет свое видение того что можно сделать с этими кадрами так как здесь вы дадите одни и те же кадры двум разным трем разным монтажером они соберут три разных ролика поэтому повторюсь что монтаж это абсолютно творческий процесс и здесь нужно просто экспериментировать и работать над кадрами над монтажом изучать новые инструменты потому что сейчас в монтажных программах куча разных функций возможностей для того чтобы сделать ваши ролики уникальными и интересны и последний этап 5 это публикация как говорится что если вы не публикуете свои ролики не рассказываете о себе то вас и не узнают поэтому если вы хотите чтобы ваши ролики набирали просмотры чтобы ваше имя было на слуху чтобы вами интересовались и вас смотрели то необходимо публиковать свои ролики в максимально доступном для вас количестве социальных сетей то есть не получится так что вы будете только в одной соцсети публиковаться и вас будут миллионные просмотры возможно так и будет но шанс и вероятность того что вас увидит больше людей когда вы публикуетесь на разных социальных площадках гораздо больше поэтому повторюсь еще раз что если вы хотите чтобы вас видели и ваши ролики смотрели публикуемся на максимально большом количестве различных площадок на этом у меня все рассказал о своих пять этапов которые прохожу постоянно перед созданием своих видео если вам было интересно поставьте поддержите это видео лайком канал подпиской всем пока пока